По поручению главы государства одним из приоритетных направлений деятельности определена поддержка и правовое сопровождение инвестиционных проектов. Для этой цели на площадке прокуратуры области создан фронт-офис, задачей которого является установление и оперативное решение проблем бизнеса и инвесторов. Одним из важных вопросов повестки дня стали нарушения сроков проведения аукционов по свободным земельным участкам местными исполнительными органами, влекущие за собой срывы предполагаемых к реализации проектов бизнеса. Под представителем прокурора области проводится очередное заседание экспертного совета по защите прав предпринимателей. В нем принимают участие региональные представители палаты Атамикен, а также общественных объединений и формирований в сфере сельхозагроформирования, а также уполномоченных органов в сфере сельского хозяйства, а также акимата в области. На повестке дня у нас доступность земельных участков для предпринимателей. Данный вопрос, можно сказать, в топе тех вопросов, которые предприниматели часто обращаются в уполномоченные органы и в органы прокуратуры. В частности, по земельным вопросам у нас два блока есть. Первый – это своевременное информирование населения, то есть предпринимателей о свободных земельных участках. Второе – это своевременное выставление на торги, на аукционы. В ходе заседания с докладом выступила руководитель управления земельных отношений по Восточно-Казахстанской области. Как отметила глава ведомства, одной из основных причин несвоевременного проведения аукционов по свободным земельным участкам является нехватка кадров. Отвечая на ваш вопрос касательно, что является причинами, здесь, опять же, по моему мнению, это у нас нехватка кадров, потому что в среднем отдел земельных отношений у нас состоит из трех человек, а загруженность очень большая специалистов. Также по вопросам оптимизации у нас в многих районах сейчас отделы земельных отношений соединены с отделями сельского хозяйства, предпринимательства. Тот же район Алтай, взять, к примеру, это в одном отделе четыре направления – это и туризм, и предпринимательство, и сельхоз, и земля. Стоит отметить, что за 2023 год защищены права более 2700 предпринимателей. К ответственности привлечено 30 должностных лиц. За незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность и нарушение порядка проведения проверок возбуждено 9 административных производств в отношении сотрудников госорганов. Как мы провели анализ, выявлено две проблемы. Первая – это акиматы не своевременно размещают сведения о свободных земельных участках, это порождают спорные моменты. И второе – акиматы не своевременно проводят аукционы по земельным участкам. По земельному кодексу аукционы должны проводиться в течение 90 дней с момента проявления инициативы со стороны предпринимателей. Учитывая, что все эти вопросы так или иначе отражаются на предпринимательских способностях и инициативах, мы эти вопросы сейчас обсуждаем с компетентными органами, а также непосредственно с самими бизнес-представителями. И по итогам будут сформированы необходимые предложения, в том числе законодательного характера, и будут приняты меры прокурорского реагирования. А также инициативу будем направлять в центральные органы. По итогам заседания экспертного совета прокурор области поставил перед членами рабочей группы конкретные задачи и дал рекомендации по дальнейшей совместной работе.